Время 5.50, без десяти шесть утра, температура 28 градусов. Вот так тут тихо, еще, наверное, все спят. Ягуанка тут наша спит, она вот здесь вот живет. Но 28 даже не чувствуется градусов, потому что достаточно так свежо. На улице еще нет жары, духоты, небо паспортное, ветра нет. Прям свежо, хорошо очень. Мы сейчас завтракаем и будем уже собираться, потому что 8 часов за нами заедут. Мы поедем на пляж, пляж дикий, как раз таки возьмем камеру, поснимаем. Приехали на пляж Эстериоса. Здесь такой вот баннер, черепахи справа, там что-то типа то ли заповедника, обезьяны. Кстати, вот там на дереве очень много попугаев. Вон мне, ну наверное не будет видно. Здесь мусорные баки, игуана травку щиплет, смотрите, ест траву, а вот она сидит. Сейчас попробуем подойти поближе, поснимать ее. Вот она, вот такая она интересная. Но она уже не особо пугливая. К людям, наверное, привыкла. Сейчас попробую поближе подойти. Увидела меня, вот она. Оп-оп-оп, оп-оп. Идем, гуляем по пляжу. Здесь вот палатки вот так вот просто живут, люди поставили отдыхать. Здесь, кстати, песочек уже в перемешку. Светлый с темным. Вот такой. Местами уже беленький. И здесь пляж более такой лесной. Здесь больше лиственных деревьев. С нашей стороны там практически одни пальмы были. А есть вот так вот интересные. А вот это лава. Лава, стекающая в океан. В Коста-Рике очень много вулканов. Вулканов действующих. Поэтому такой песок черного цвета вулканический. Много землетрясений. В прошлом году, кстати, было достаточно вот в этом месте. Достаточно сильное землетрясение. Смотрите, это вот листья только начинают появляться. Новенькие. Они опадают в сухой сезон. И вот сейчас в дождливый сезон они только появляются. Это дерево будет скоро зеленым. А сейчас оно вот так вот выглядит. Кстати, деревьев много очень без листьев. Альмендро. Альмендро. Лапас. Ара. Только что мне вот эти вот... Дядя вот этот сказал, что это альмендрос. На нем любят садиться ара. То есть лапас. Лапас. Это альмендрос, это миндаль. Потому что эти ара любят миндалевые деревья. Так, это фрукт, да, получается? Ну, фрукт, да. Хикара. Да, вот на этих деревьях, если надо смотреть. Вот, вот. А, висят, а тут много. Да, висят. Вот они. Я просто вам покажу, как их использовать. Срывать не надо. Вот они падают. И там зависят от степени зрелости. Вот сейчас посмотрим. Вон они, видите, косточки внутри. Здесь еды мало. Но попробуйте, они, в общем, отколупают хотя. Вот, интересно. А, вот. Они прямо вот так вот по костям отделяются. Да, да, да. Такая интересная штука. Экзотическая, да? Действительно, там есть особо нечего. Кость большая. И вот эта вот немножечко сверху оболочка. Такая сладенькая, которая она покрыта. Она съедается. И вот такая вот кость у нее. Вот их есть лучше по штуке три, чтобы вкус ощутить. То есть побольше брать. Такая притерная сладость. Кисловатая немножечко. И это вкусно. Вывеска, говорящая о том, что начинается заповедник. И заповедник дикой жизни Давида Сильвестре. Пляж Ермоса, Пунта Мала. Пляж Ермоса. И вот это, кто это? Вот это, значит, организация Синак. Ага. Система Националь де Ариэс де Консервасион. Национальная система заповедных территорий. Министерство окружающей среды и энергии. Ну и внизу запрещена рыбная ловля, разводить костры, ставить палатки, даже пляжные зонтики. И транспорт по пляжу не разрешается. И закон, декрет какой-то Министерства окружающей среды и энергии. Вот отсюда начинается парк. Смотрите, дерево интересное. И на нем, что самое интересное, цветы растут и желтые, и красные. То есть на одном дереве и желтые, и красные цветы. Здесь подошли небольшая вот такая вот заводь. Смотрите, водичка какая прозрачная. Очень теплая. Вот такая вот вода чистая здесь. Можно прямо вот здесь вот в ванночке в этой залечь. Будет отлично. Но мы идем дальше. Вот он этот альмендрос миндаль, который едят Арра. Феликаны, да. Красиво летят. Становится уже жарко. Но мы уже прошли практически 4 километра. Как вы видите, лес закончился. Вышли мы в такое более открытое место. Сейчас вот до Пали мы вот до этой дойдем, наверное. Сделаем там привальчик, скупаемся. Вот так, еще назад топать. 4 километра. Нормальная прогулка получается. Воздухом подышали. Красота. Смотрите, какой песок интересный, блестящий. А здесь находится питомник черепашей. Вот сюда черепахи выползают, откладывают яйца. Все отгорожено. Питомник. Хатчери, название, наверное. Лайер Мосса. Лайер Мосса. Это вот. Ингресса соло конпермисса. Как это? Вот. Только по разрешению. По разрешению. Ночью, обычно, когда смотрят черепах, только красный свет. Нет, написано. Не использовать белый свет. И вот разновидности черепах. Оливы Ридли. Черные, да? Оливы. Оливы. Оливы, это, наверное, зеленые черепахи. Да, да, да. Вот она. Вот еще и вот с корлупкой яиц. А, ядем это. Это ядем. С корлупки от яиц, да. Действительно. Тигровая цапля. Сейчас попробую поближе подойти. О, улетела. Возвращаемся обратно. Вот здесь мы проходили, когда шли только туда. Было много воды. Помните, я снимал? Был прозрачный такой. А сейчас уже нет воды. Ушла. Вот все, что осталось. Так, где тут обезьянка? Не вижу пока. Прямо в пальме вот здесь. Вот в этой? Да. А, вот она, да. В пальме. Зайди с этой стороны, чтобы нет. Капуцин. Сейчас я вот так подойду. Вау, кокосы сбрасывает. Вот он. Вон он побежал. Ух ты, он бегает как быстро. В Максипали зашли. И тут вот такая вот обувь. Тапочки Аня. Покупаем. Цена 150 рублей. 150 рублей. 160. Ну вот что-то такое сейчас возьмем. Кстати, тут телеги странные. У них задние колеса не крутятся. Цены на порошки. Кондиционеры. 220 рублей. 195. Морковка. 60 рублей килограмм. Кукуруза. 40 рублей за 2 штуки. За кукурузу. 40 рублей килограмм манго. Давай еще возьмем. Крабы какие-то, да? 150 рублей за 454 грамма. 366 рублей за тоже какие-то морепродукты. И нам еще нужно масло сливочное. Вот, мантыкия. Это как раз переводится в сливочное масло. За 115 грамм 76 рублей. Мы вот, пожалуй, вот это возьмем, наверное, да? Ну, давай, да. Вот здесь берем кексики вот такие. Сколько он стоит, кстати? По 40 рублей. 40 рублей кекс большой. Шоколадный? А, и смесь, да? Ваниль с шоколадом. И вот там их упаковывают. Выбираю себе кашу. Без каши не могу. И возьмем сегодня вот такую. 59-50. 60 рублей. 300 грамм. А у нас тут первые дожди. Не сильные, правда. Но все равно. Какая малышка. Ну что ж, в завершении этого видео хотели объявить о конкурсе, который будет у нас на 5000 подписчиков. В принципе, условия будут довольно простые. Вам нужно будет всего лишь быть подписанными на наш канал, вступить в нашу группу ВКонтакте, лайкнуть это видео и сделать репост записи ВКонтакте себе на страницу. По достижению 5000 подписчиков будет выбран победитель. Мы уже проводили конкурс. В принципе, с помощью этого же приложения выберем победителя. Возможно, это сделаем онлайн на стриме очередном. Призом будет Коста-Риканский кофе. Отправим победителю пачку ароматного Коста-Риканского кофе. Плюс еще один маленький презентик. Это открыточка с маркой Коста-Рики. Также получит наш победитель. Но на этом останавливаться не будем. И начиная уже с этого видео, каждую неделю будем разыгрывать открытки из Коста-Рики. То есть, проходит неделя, после выпуска этого видео, мы определяем с помощью этого же приложения победителя и отправляем открытку победителю. Условия те же самые, что и для 5000 подписчиков. Репосты, все стандартно. И таким образом, каждую неделю у нас будет победитель. В Коста-Рике мы проведем ограниченное количество времени. Так что, если вам нужна открыточка, то немножечко придется потрудиться. Ну а на этом наше видео заканчивается. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями. Обязательно нажимайте на колокольчик под нашим видео. Всем пока! До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!